ГТРК Нижний Новгород и РУСФОНД продолжают совместную акцию помощи. Принять участие в судьбе тяжело больного ребенка можно прямо сейчас. Вашей помощи нуждается Арсений Слободенюк. О том, как ему помочь, расскажет Юлия Терехова. Как минимум три раза в день Арсений Слободенюк вместе с мамой прыгают на этом шаре. Но не ради развлечения. Так лекарства более эффективно выводят мокроту из легких. Если у мальчика появляется кашель, процедура ингаляции повторяется каждые два часа. У Арсения наследственное генетическое заболевание – муховисцидоз. Из мутации гена меняется структура одного из белков. Выделяется густая слизь. Это приводит к затруднению дыхания. В легких скапливается мокрота и нарушается процесс пищеварения. Специальное питание, как и лекарство, Арсению нужно будет принимать всю свою жизнь. На данный момент у нас сейчас вес стоит. Поэтому на данном питании. То есть ребенок не прибавляет веса. То, что человек кушает, ему надо две таких съесть, чтобы получить тот колораж, который ему необходим. Ну, естественно, он не скучно. Он поест вот чуть-чуть, да. И вот этим допитанием мы как бы кушаем и вот это восполняем. Выходя на прогулку с мамой, трехлетний мальчишка, как и все его сверстники, не может усидеть на месте. Между важными делами настоящий маленький мужчина не забывает про комплимент маме. Малыш старательно собирает букет из одуванчиков. Спецпитание и жизненно необходимые препараты Арсений начал получать за счет бюджета. Однако для того, чтобы выводить накопившуюся макроту из легких, этого недостаточно. Врачи рекомендуют использовать специальный виброжилет. Для улучшения удаления секрета из дыхательных путей, снижения риска развития пневмонии, стабилизации, улучшения функций легких, повышения переносимости физических нагрузок, Арсению показана вибрационно-компрессионная терапия с использованием виброжилета. Стоимость вибросистемы 663 264 рубля. В семье таких денег нет. Помочь мальчику просто. Нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они на сайте Русфонда. А владельцы смартфонов могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Юлия Терехова, Евгений Фахурдинов и Мария Полушкина. Вести при Волжье.